Всем привет! С вами Санта Огород Круглый Год. Ну что ж, у саводоводов-огородников сейчас горячая пора. Идет посемная? Да, мы сеем у себя на окошках. Для того, чтобы потом вырастить рассаду и высадить ее в апреле-майе месяце. Получить хороший урожай. У меня тоже окошки заняты. Но есть еще место. И поэтому я не отказалась от очень лестного предложения протестировать семена фирмы Аэлиты. Поэтому вот сейчас я утопаю просто в этих красивых ярких пакетах. Надеюсь, все содержимое здесь тоже классное. Тем более, что фирмой Аэлиты действительно пользуюсь очень давно. Ну, что сказать? Ну, говоря про протестирование, конечно, нужно попробовать, что это, какой это. То ли сорт, то ли гибрид, как он себя показал. То есть представить общую картину, как оно есть на самом деле. Но вообще первое знакомство то ли с человеком, то ли с каким-то предметом всегда начинается с внешнего вида. И посмотрим на пакеты фирмы Аэлиты. Ну, наверное, спорить никто не будет, что они сильно классные. Они одни из лучших. Яркие, красочные и не просто внешние. Они еще очень информативные. То есть, посмотрим на первую обложку нашего пакета. Уже можно получить представление, что это, какое, на какой высоте. Ну, например, перец. Перец сладкий Екатерина. F1 есть гибрид. Высокооружайный. Плоды такие-то. Скороспелый. То есть, вот в таком интересном оформлении. Это большой плюс, кстати. Потому что, ну, как бы там ни было, мы все равно внешне очень любим что-то привлекательное. Ну, а потом само содержимое, конечно. Так вот, не знаю. У меня никогда не было, хоть я читала, были такие вот информации, а какой-то пересортица. Нет, не встречалось. Может быть, повезло, не знаю. Ну, вот еще раз буду пробовать, как оно что. Это второй пункт. Ну, а третий пункт, я считаю, конечно, это какая схожесть семян. Тоже буду говорить, как сходят семена, именно те, что мне прислали фирмы Аэлиты. Ну, и конечный результат, конечно, уже конкретно того сорта или гибрида, или цветов и овощей, как они себе показали, то есть нравится и не нравится, нравится или не нравится. То есть, я буду говорить о том, как сходят, как себя показывают, в каких условиях то или иное растение. Ну, что ж, тестировать мы начинаем. Ну, а теперь я хочу конкретно рассказать, что же я получила, какие сорта, чего. И вот конкретно буду рассказывать. Скажу честно, многое из того, что мне прислали, хоть я и знакома много лет с фирмой Аэлита, но многое, что мне прислали, я не знаю. То есть, я буду испытывать в первый раз. Вот из того набора, что у меня есть. Поэтому мне самой интересно, как покажет тот или иной цветок, как покажет тот или иной овощ. Ну, а теперь конкретно. И знакомство я свое. Начну с томатов. Потому что самое большое количество томатов я получила. 17 сортов. Ну, в общем-то, не страшно. В прошлом году у меня было 26 сортов. Поэтому посею эти, да еще и для своих останется. Итак, купец молодец. Ранее спелый, салатный. Ну, должна сказать, здесь практически все салатного вида. Так, толстые щечки. Мясистые. 800 грамм. Так, тут еще были томат малиновый великан. Биф томат. Очень вкусные. Люблю вот такого типа. Мясистые. Биф мясные такие. Три медведя. Крупноплодный гибрид. Ну, в общем-то, за огромными размерами я не гонюсь. Так, чемпион веса. Вот, рекордный плод до килограмма. И толстые щечки. 800 грамм. Главное, конечно, вкусовые качества. И его родючесть, как он себя показывает. Так, высокоурожайный, дворцовый. Румовая баба. Ну, впервые слышу, не знаю. Вот такой вот цвет не желтый, а какой-то изумрудный. Не вызывает аллергии. Ну, вообще, считаются желтые сорта не аллергенные. Вот, что интересно. Ласковый Миша. F1. Плоды сохраняют товарные качества до полутора месяцев после сбора. То есть, длительного хранения. И в то же самое время, это не поздние сорта. Это ранний сорт. Любушка. Гибрид. Кистевые. По 8 штук кисти. Дозревают одновременно. Бычье сердце. Ну, я думаю, практически все выращивали бычье сердце. Правда, я выращивала полуиндетерминатный. А это вот компактный, низкорослый. Клондайк я тоже выращивала. Действительно, показывает себя шикарно. Розовое вкусное мясо. Систые. Очень урожайные. 100% гибрид. 19-20 кг. Вот, посмотрев, самый высокоурожайный. Вот этот вот 100%. Мишка на севере. Такой вот красивой сердцевидной формы. Розовый. И низкорослый. Вот напоминает как-то Фатиму мне внешне. Так, дамский угодник. Это тоже что-то из серии Забавы. Так, смотрела рекламу. Слышала положительные отклики о медовом гиганте. Пузатая хата была у моей соседки. Она осталась просто в восторге от них. Томат Амурский тигр. Вот такой вот полосатик. Тоже читала очень хорошие о нем высказывания. И верное сердце. Ну, как видите, практически все салатные. Так, баклажаны срочно надо высевать. Я свои уже высела. У меня есть 7 сортов. Еще добавлю 3. Это сорт Мишутка. И 2 гибрида. Черный великан и черный русский. Ну, по синим посмотрим. Перцы. Перцев тут 11 сортов. Но известен мне только один. Большой куш. Крупные, толстостенные. Вот, по-моему, это сорт. Все остальные... А, Бигмама. Вот этот Бигмама я выращивала. Вкусный, действительно хороший. Очень перчик. Дальше. Большое золото. Но, если честно, желтые я не особо люблю. Мне очень нравятся оранжевые и красные. Так, вот, оранжевый лев. Высокоурожайные, толстостенные. Ну, перцев больше гибридов, смотрю. Кубышка. Хотя нет, кубышка вот здесь нет. Чудо великан. Огромного размера. Ну, не читаю характеристики, потому что, в общем-то, это написано. Лучше вам услышать то, что я буду высказываться. Когда я уже выращу. Дед Мороз. Золотой поток. Читала про него очень хорошие отзывы. И Екатерина Ф1. Ну, что ж, посмотрим. Высевать много не буду. Буду высевать по 3-4 штучки. Так, пошли. Огурчики. 10 сортов огурцов. И вот огурцы. Ни одного не знаю гибрида. Все гибриды идут. И все пучковые. То есть, букетный тип цветения. Очень, смотря какие сорта. Есть и по 3, и по 4. Есть и по 8 некоторые. Итак, пучковой десант. 5 звезд. Все пучком. Ну, характеристики написаны, конечно, шикарные. Что там говорить? На всех. Крокодил Гена. Вот мне по описанию, по внешнему виду. Крокодил Гена понравился. Ну, а по вкусу посмотрим. Бабушкин секрет. Дальше. Веселые гномики. Как я сказала, все F1. Кузя F1. Так, шпингалет. Великолепная пятерка. И детки на ветке. Детки на ветке. Вот такие вот огурчики. Что осталось у нас? Кабачки. Кабачки не гибриды. Генерал цукини. Ну, цукини просто обожаю. То есть, я больше люблю, чем белые. Дядя Федор. Так, тигренок. Смесь белого с цукини. Мальчуган. И еще буквально... Так, не в большом количестве, а буквально пару штучек. Это у меня свекла, столовая барышня. Аляска. Ну, эти не выращивала. Тоже не знаю. Кукуруза. Белое облако. И горошек. Овощной. Медовик. Вот такие вот овощи я буду высевать от фирмы Аэлита. Ну, а про семена будет другое видео. Ну, что ж, с вами была Наталья. Всего наилучшего. Следите за моим экспериментом, за моим тестированием. Всем пока. Ставим лайк. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.